Россия направила свои ракеты в ООН Россия направила свои ракеты в ООН Генассамблея рассмотрит резолюцию в защиту договора РСМД газета коммерсант номер 236 от 21 декабря 2018 года СТР-2 В рамках Генассамблеи ООН сегодня может быть рассмотрена подготовленная Россией резолюция в защиту договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД о намерении выйти из которого недавно заявили США Текст составлен максимально нейтрально о взаимных претензиях РФ и США по договору в нем не говорится но отмечено, что все страны должны соблюдать взятые на себя обязательства во имя глобальной стратегической стабильности Впрочем, это не гарантирует резолюции успеха В проекте резолюции, копия двухстраничного документа есть в распоряжении твердый знак договора РСМД назван кроогольным камнем в поддержании глобальной стратегической стабильности мира и региональной безопасности Составители документа призывают государства являющиеся членами ООН подтвердить важность и актуальность этого подписанного СССР и США в 1987 году соглашения настаивая на том, что от его жизнеспособности зависит другие действующие договоренности в сфере контроля над вооружениями а также перспектива дальнейшего разоружения и нераспространения ядерного оружия Государства, участники договора должны, как сказано в резолюции полностью и неукоснительно выполнять его положение а все разногласия регулировать при помощи предусмотренных соглашением механизмов Россия и США же необходимо продолжить консультации по выполнению своих обязательств а также возобновить конструктивный диалог по стратегическим вопросам на условиях открытости взаимного доверия и стремления к реальному сотрудничеству при этом в документе уточняется что Москва и Вашингтон должны выработать дополнительные меры сотрудничества с тем, чтобы повысить взаимное доверие и снизить возможность неправильного толкования или недопонимания в вопросах соблюдения договора РСМД первая попытка провести голосование по этой резолюции предпринятая Россия в конце октября в рамках профильного комитета Генассамблеи ООН завершилась неудачно тогда большинство стран, 55, высказались против рассмотрения этого документа сославшись на то, что Москва внесла его слишком поздно 31 страна не возражала против голосования по существу даже с учетом процедурных нарушений 53 государства воздержались как США убедили союзников в нарушении России договора РСМД российские официальные лица объясняют что Москва никак не могла внести документ раньше как мы могли в тот момент соблюсти временной регламент если заявление Дональда Трампа и объяснение нам всего происходящего его помощником по нацбезопасности Джоном Болтоном последовали через два дня после истечения формального дедлайна для внесения резолюции сказал в интервью твердый знак заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, СМ твердый знак от 19 декабря на днях российские дипломаты внесли документ уже на рассмотрение всей Генассамблеи Голосование предварительно намечено на сегодня но может сдвинуться Сергей Рябков в разговоре с твердый знак выразил надежду на то что мировое сообщество поддержит российскую резолюцию когда дойдет до голосования будет интересно посмотреть как поведут себя страны позиционирующие себя в качестве активных приверженцев сохранения существующей системы контроля над вооружениями и те, кто выступает в пользу форсированного продвижения в сфере ядерного разоружения вплоть до полной ликвидации ядерного оружия сказал он почему выход США из договора РСМД приведет к подрыву системы ядерного сдерживания между тем успех резолюции все так и не гарантирован источник твердый знак в МИДе одной из европейских стран усомнился в том что союзники США поддержат российскую инициативу даже если в документе все правильно сказано и европейские страны больше других заинтересованы в сохранении договора РСМД мы не можем проголосовать за эту резолюцию поскольку она внесена государством действие которого и поставили под угрозу договор сказал собеседник твердый знак Елена Черненко Субтитры создавал DimaTorzok